За прошедшие сутки на Театре военных действий произошли следующие изменения. На Харьковском направлении в район Старого Салтова переброшены бойцы нацподразделения «Кракен», которых ставят на участки ожидаемого форсирования реки Северский Донец российской армии. Ввиду больших потерь и постоянного дезертирства, украинская группировка стала пополняться уголовниками в отряда терробороны. На Славянском направлении идут артиллерийские дуэли в районе Светогорска и Щурова, которые подверглись обстрелу ВСО. Российские артиллеристы в ответ ударили по позициям 25-й отдельной воздушно-десантной бригады в районе Богородичного, уничтожив командный пункт противника. На Донецко-Луганском направлении российские войска в ходе штурма выбили часть ВСУ с Григоровки. Зачищая важные высоты на берегу Северского Донца, союзные силы продолжают наступление на Серебрянку. Занятие Григоровки открывает новые возможности для наступления на Северск, что является одной из приоритетных задач на данный момент. В окрестностях Ивана Даревки продолжаются бои. В Дружковке был поражен склад боеприпасов, размещенный на территории Метизного завода. В самом Донецке целью украинской стороны стала шахта имени Калинина. ВСУ нанесли удар по Шахтерску. Вероятно, сдетонировал склад боеприпасов. Возник сильный пожар, в результате чего пришлось эвакуировать население. В Брянской области перед поездом сдетонировало взрывное устройство. Взрывом выбилось тепло кабины машиниста. Других разрушений пострадавших нет, по заявлению губернатора области. Других разрушений пострадавших нет, по заявлению губернатора области. Продолжение следует...